ЕТЦ прошло. ЕТЦ было очень знаковое. Почему знаковое? Потому что это первое ЕТЦ восьмой редакции, где было запрещено залимичивание отрядов. То есть, как мы помним, у нас в русском комьюнити играется все по правилам не более трех одинаковых отрядов, а в ЕТЦ так не было никогда. И в прошлое ЕТЦ было там безумие, миллионы пинг-хорроров там и так далее, и так далее. Там 400 конскриптов. То есть, вот я даже это все вспоминать не хочу. Фу-фу-фу, это мерзость. Я считаю, что вот это, конечно, безлимитие. Оно убивает просто игру эту. Это очень интересная игра с большим потенциалом. А когда вот ты берешь 400 конскриптов, а я беру там 10 танк-командеров на Punisher Cannon'ах, ну это уже не серьезно. То есть, это уже математическая статистика. Один берет много тушек, а другой берет много автоматов. И поэтому в ЕТЦ вот играли так. И в этом году, в 18-м, у нас произошло первое ЕТЦ по новым ГВ-шным правилам, где Трупсу можно брать отряды бесконечное количество, а все остальные отряды, то есть там Хэви Саппорт, Хаку, Элита, до трех одинаковых отрядов. Вот это очень сильно, очень сильно поменяло ЕТЦ в принципе. И вообще, мне кажется, даже, наверное, вот европейскую, американскую, даже мировую вот эту вот тенденцию и какой-то ход мыслей иностранных игроков о своих растирах, о своих армиях. И мы заняли седьмое место сборной России, как вы знаете. И уже тут калуарно, конечно, за глаза как бы вот многие высказывали свое какое-то недовольство, негодование, потому что в прошлом ЕТЦ мы заняли первое место, как вы знаете. Но я хочу сказать, что парни реально играли против игроков и против растеров в первый раз на таком турнире с такими правилами, то есть это были не безлимиты. И это очень важно на самом деле, потому что как бы русская мысль вот этого Вархаммера, скажем так, да, она столкнулась с какими-то идеями других мировых держав, других игроков, да, с другим даже вообще просто менталитетом каким-то и подходом к этой игре. Потому что то, что хорошо у нас, да, там, например, в Европе где-то или тем более в Америке, оно вообще считается говном как бы и не играет и вообще тут скажут, что ты пришел тут иди отсюда. А вот. И они, конечно, выступили в каком-то смысле в этом вслепую. То есть все вот эти вот информацию, знания и так далее с самого ЕТЦ и что там происходило, смотрите у нас. У нас очень много интервью и с капитаном команды, и со всеми остальными игроками. Очень много материала у нас на ЕТЦ отснято. Если интересно, очень рекомендую для какого-то вот своего даже развития смотреть в первую очередь, например, с Лацио наше интервью, да и со всеми остальными. Так вот, случилось ЕТЦ. Как у нас Лацио честно сказал, да, говорит, в мету мы не попали. Ждали чего-то другого, то есть ждали каких-то там элитных армий, да, тех же парковок и так далее. Ну, как бы честно говоря, поначалу-то они примерно где-то вот против этого и играли. Но уже если делать анализ самого ЕТЦ нашей сборной, подломали нас американцы. Почему американцы подломали? А потому что у американцев, у них мета совершенно другая. Вот посмотрите интервью того же капитана нашей сборной ЕТЦ 18-го года Леонида. Вот он нам все подробно это рассказывал. То есть американцев принцип игры в Вархаммер вообще другой. Растера там совершенно другие. И мысль сама вот, вот сути своей какой-то динамики игры, она совершенно другая. И вот это вот, два вот этих мира, как ни странно, вот они столкнулись, как у нас сейчас вот все в политике происходит, так у нас даже и в Вархаммере это произошло. Вот. И мы, короче, проиграли сборной Америки, и это предопределило нас в турнирной таблице. Ну, как бы все было там понятно. Почему? Потому что просто у американцев хордовые армии, так называемые, да, то есть это хорд-толпа, огромное количество толп, там всякие, там много всяких, всяких там культистов, шмультистов там и так далее, и так далее. И вот эта вот параллельная какая-то мысль Вархаммера, она тоже на самом деле очень интересна. Ее не надо сбрасывать со счетов. Почему? Потому что мы уже играем в той реальности то, что трупсы можно отобрать количество отрядов сколько хочешь одинаковое. То есть культистами это можно забивать, хоть забиваться там свой ростер, да. Или занготами какими-то у тысячников и так далее. И это тоже идея очень интересная. И вопрос того, как повлияет ЕТЦ на нашу мету, дальше российскую, да, это больше даже вопрос самих игроков русских, которые в ЕТЦ естественно не играли, но информированы об этих играх и информированы о той вот динамике и тех как бы событиях, которые там произошли. То есть если игрок там например разговаривал с теми же членами сборной, да, там смотрел например наши ролики по ЕТЦ, потому что видимо наш канал более всех осветил ЕТЦ 18 года, то он поймет какие-то выводы для себя, найдет для себя кое-какие новые инструменты, новые подходы, новый какой-то взгляд на игру. И у этого игрока уже будет больше возможности победить, чем у других. И в том числе если это будет какой-то капитан команды, да, то он уже будет как-то набирать какие-то растира и армии чуть по другому принципу. Поэтому видимо вот у нас ожидается осенью очередное черное лето. И вот будет интересно посмотреть на растира игроков, на растира команд, которые будут там, с учетом анализа тех данных, которые мы получили в ЕТЦ. А тут уже в двух словах про вот эти армии топ, да. Интересно выглядят, например, тысячники с там дзанготами, демон принцами, теми же культистами, например там пинг-хоррорами и так далее. То есть там уже набор какой-то будет совершенно уникальный, да, собственно для своего игрока сам сделанный, какой ему больше нравится. Брать там аримана на диске, не на диске, кого брать, кого не брать. Но потенциал очень большой. Культисты, культисты, обычные КСМ-ные культисты тоже очень хороши. Фабий Байл там и так далее, и так далее. Там Альфа Легион Ли, Абадон Ли. И видимо я вот прям вангую, вангую реально в следующих турнирах появление таких арстеров. Возможно даже будут многие слизаны в чистом виде, например, с той же Америки, с американской сборной в 2018 году. По поводу вот, например, слизывания тоже два момента. Не надо никогда слизывать чужие растера полностью, потому что, как ни странно, это не панацея. Вам и им надо уметь играть. И вот тем парням уже сразу говорю, которые хотят играть толпами в следующем турнире, вы их-то без сомнения берите и пробуйте. Будет очень интересно посмотреть и нам, и всем игрокам, как это из себя будет. Но тестите, тестите это все. Пробуйте на современную какую-то русскую эту реальность, на русскую мету. И тогда у вас будет максимальный результат. Но то, что так или иначе эти толпы появятся в русской мете, это будет 100%. Другой вопрос, в каком количестве? Тут уже, как я говорю, все от информированности игроков зависит. То есть, если люди за ИТЦ следят, следят за нашей сборной, смотрели растера топовых команд, которые первые места заняли, там топ-5, например, топ-10, хотя бы ту же сборную Америки, например, растера посмотрели, то они уже найдут себе какие-то выходы, примут для себя какие-то определенные решения, может быть, что-то видоизменят, что-то в эту конструкцию добавят, но толку будут. А, как я говорю, количество толп уже все будет от информированности игроков зависит и от какого-то их анализа и мнения. Ну и что можно сказать, например, ну Тау, то есть у Тау сейчас все хорошо, например, Тау также и останется. То есть это рептаиды, бороды, дроны, какое-то количество фаерварьеров, то есть Тау уже останутся вот в этом вот каком-то состоянии довольно надолго. Светлые Эльдары. Ну, вот тоже по Эльдарам и вообще по, в принципе, вот этой союзной армии как бы Эльдар, то есть это там, грубо говоря, Дарк Эльдары, Эльдары и Нари, Орлекины. Очень важный момент. Вот когда мы обозревали прошлое черное лето, мы обозревали команду Минск, за которую, кстати, больше всего получили негативных каких-то отзывов, ну, не объективного характера. И там еще тогда я говорил то, что у них один из игроков взял, например, в свой ростер орликинские байки. Я тогда их похвалил. Можете ролик посмотреть, он небольшенький. А вот я их похвалил, и действительно, орликинские байки, это просто вот, ну, это очень крутой юнит. Это очень крутой юнит, очень интересный, с большим потенциалом. И как-то вот этот момент, например, с Эльдарами, с орликинскими байками, ну, никто не принял во внимание. И в итоге люди поехали на ЭТЦ. У огромного количества Эльдар в Союзе есть орликины, взятые именно ради орликинских байков. Притом там прям вот полные отряды байков, то есть шесть их лезет в отряд, вот шесть там и есть. Есть там некоторые, которые берут там даже 12, там 15, ну, разное количество, разная компоновка. А вот, и вот эти байки, и Союз этих орликин показался очень хорошо на ЭТЦ, у многих игроков. И в свете того, что уже старая полумная Эльдарская лошадка поломалась окончательно, и сдохла, и уже пристрелили в углу. Все ищут какие-то новые выходы, новые ходы, новые решения. И вот эти орликинские байки, это очень отличное решение. Потому что просто достаточно посмотреть на их статы, их стратагему, их закачку. И вообще вопросов не возникает. То есть юниты, которые за стратагему летают в третьем ингуле, с минус тухитом, с чаржем после эдванса, с отличными пушками и так далее, и так далее. Они очень достойны. Притом в трех хп, кстати, каждая. А не в двух. Еще и с канетами могут бороться, потому что, ну, с техникой в принципе. Потому что у них там современный как бы хай-вайр автомат стоит, скажем так, который Мартал кидает по технике. Вот. Это что касается Эльдар. То есть очень стоит для Эльдар, например, присмотреться к орликинским байкам. И я думаю, у Эльдара в новых турнирах появятся эти орликинские байки так или иначе. Потому что это крутой юнит. Он уже показал себя очень достойно. Вот. Как говорю, ну, обидно. Нас изначально не послушали. Но вот ИТЦ все показала. Все мои мысли все доказала. Поэтому вот уже делайте выводы, как говорится. А дальше. Дальше у нас идут, например, из интересных таких армий. Это Хаос в принципе. А вот у Хаоса в принципе, то есть это четыре кодекса. Это у нас КСМ, Десгвард, Тысячники и Демоны Хаоса. Там вот в этом наборе постоянно идет какое-то брожение. Постоянно игроки пытаются найти какую-то для себя идеальную золотую середину. То есть какие-то союзы себе набирают. Там, например, КСМ, ДГ. Или Тысячники и КСМ. Или Демоны ДГ. Вот мы на чем сейчас остановились. То, что Демоны ДГ, соответственно, это от Демонов Мухи или Плагобиреры. А ДГ это там в основном вот эти катки. Краулеры. Да. Какие-то может быть герои. Демон Принца и так далее. И так далее. Вот. Возможно, я думаю то, что, во-первых, КСМ. КСМ может идти очень неплохо в какие-то толпы. То есть это по КСМу, например, культисты. Тот же Альфа-Легион. Ничто не запрещает тебе там набрать херовую тучку этих культистов. Натыкать их просто по Альфа-Легиону в центр стола. Чтоб так их там вот жирно так сидело. Так вот штук 120 прямо. Вот. Вести туда каких-то героев там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно, это все ЦП стоит. Но, в общем, там уже это другой разговор. Или тот же Абадон с культистами. Вот. То есть это источник хорошей хордовой армии. Вообще вот это хаос в принципе. Те же тысячники, например, с Дзанготами. Дзанготы это очень серьезный крутой юнит. Если там их всех обмазать, всем то это очень страшно. И двойная активация за два ЦП. Вот. То есть у хаоса будет какое-то новое веяние. Мухи, конечно, останутся. То есть у нас вот что плохо в русской мете, то что такие топорные расписки, которые показывают результат, они у нас очень долго живут. Ну, потому что как бы... Ну, а чего? Логично, конечно. То есть вот Ростер дает результат, да, победный. Какие-то очки свои забирает, побеждает. Ну, почему им не пользоваться? Просто тут уже с точки зрения того, что Ростер-то как бы простенький, такой нехитрый, как говорится, да. И хотелось бы чем-то более интересным, вменяемым играть. Но вот это все будет держаться очень долго. Тут уже вопрос как бы самого капитана, как он это все наберет. Например, там мухи будут и ДГ. Или куча плагобиреров каких-то и тот же ДГ. Или что-то еще. То есть в хаосе там очень большая вариативность, очень большой вот этот разброс каких-то юнитов, там от таких до таких, там собирай что хочешь. Вот. Поэтому хаос мухи, конечно, останутся. Возможно, у кого-то плагобиреры появятся. Культисты, дзанготы. Возможно, даже кто-то будет играть, например, по-старому. То есть это те же, например, облитераторы, да. Какие-то там берсачки на аринах и так далее. То есть у, я думаю, у хаоса как бы все останется примерно как и есть, кроме вот этих армий толп, которые если кто-то решится взять, то у хаоса, конечно, там вообще все очень хорошо с этими толпами. Вот. Дальше. Ну, тираниды. И, я думаю, система тиранид по Леониду, да, когда там было очень много хайф-гвардов, я думаю, она будет не спадать. Потому что будут, например, брать очень хороший хордовый вариант. Я не помню, он то ли в сборной Англии был, то ли, ну, врать не буду, где взят генокульт. И по генокульту взяты гвардейские генокультисты. И там их очень взято очень много. То есть генокульт это огромный источник толп, плюс тираниды сами отличные там маги, отличные какие-то еще другие юниты. И вот именно от вот этой логики спрятаться там где-то по холмам и стрелять в Нелоса, да, будут отходить и будут уходить больше в сторону толп. Вот. Поэтому тоже хордовая хорошая армия, очень армия такая интересная, тоже там вариативность своя определенная есть. Вот. И вот тиранид стоит опасаться. И стоит к ним получше присмотреться на самом деле. Потому что союз вот этих тиранид и генокульт это очень серьезная штука. Очень много интересных вещей там. Кнайты останутся. Но я думаю в этом сезоне, скажем так, да, у кнайтов будет все плохо. Потому что вот кнайты, конечно, в начале своей жизни выступили прям на отличненько. Но теперь в этом турнире у кнайтов будет все плохо. Потому что армия это, в принципе, простенькая. То есть это 4-5 моделек. Вполне понятных. Вполне понятно, что от них ожидать. Ну, какой у них, скажем так, некий план на игру, да, какая-то у них стратегия. Поэтому уже не будет того эффекта у кнайтов имперских, как было раньше. Ну, там, сопутствующие, например, хаос кнайты, ну, будут выглядеть себе еще хуже, конечно. Потому что у них там нет всех этих пушек, да. И самое главное то, что у них нет варлорд трейта, армор ион бульварк или армор бульварк, то есть который дает им изначально четвертую игру. Это важно. Поэтому кнайты будут, в принципе, показывать себя очень худо. В саппорт кнайтов будут давать, наверное, плохо. То есть в саппорт имперским армиям взять одного кнайта. Кстати, штука эта неплохая. Того же Галанта, например, или может быть Костеляна, там уже опционально. Будут давать плохо, наверное, капитаны своим игрокам. Потому что все-таки вот этот вот старый вот этот запах побед кнайтов с прошлого турнира, он, конечно, останется. И будут пытаться, может, что-то модернизировать. Но кнайтов будет все равно много. Но кнайты выступят плохо. Я уже чувствую, что кнайты выступят плохо. Потому что уже все с ними понятно, как говорится. Как с ними бороться, что от них ожидать. Поэтому не стоит прям набирать их так максимальное количество. Что еще из такого палома? Ну, Дарк Эльдары, да. Я надеюсь, конечно, Дарк Эльдаров у нас брать не будут, так как взяли в ЕТЦ 2018 года. Потому что, конечно, ласковые Дарк Эльдары, это в теории своей, конечно, может быть и интересно. Но на практике там потенциал армии совершенно не раскрыт. То есть, это вообще Дарк Эльдары, это армия про другое. Дарк Эльдары будут. Гротески останутся. Может быть, будут какие-то другие задумки. То есть, у меня, например, задумка над Дарк Эльдар, это что-то типа, ну, один отряд гротесков. А вот эти Равагеры, два-три отряда под две штуки внутри. Лодочки с фраксами. То есть, максимальное количество набора Ковена. Потому что он твердый, мерзкий. И очень неплохо будет играть именно на удержание. То есть, вот эту задумку стоит попробовать. Ну, хотя там и много другого, чего, конечно, интересного есть. То есть, Дарк Эльдары, это очень такой обильный кодекс. Да, плюс еще сдобренный союзом с теми же там Орликинами и так далее, и так далее, Эльдарами. То есть, уже тут вопрос компоновки, как говорится. А вот. Ну, Маринеры, вот весь Империум, например. То есть, я считаю, что, конечно, если вот делить, как ГВ сейчас делит по лору нашей армии, на Империум, Хаос и Ксенос, то, конечно, Имперские армии выглядят очень грустно. На фоне всех остальных. Потому что, во-первых, толп-то нет, да. Толпы только у Гвардии. Какого-то скрина вменяемого нет. Вот. И получается уже некая солянка. То есть, Имперские армии, они играют от некой солянки. То есть, уже все начинается 3D-тача. И 3D-тача совершенно разных. То есть, там какие-нибудь гвардии, облады, там какие-нибудь волки, например, или еще что-то. Но в Имперских растирах очень интересная задумка. Не знаю. Я думаю, что стоит о ней задуматься и брать эти вещи. Это набор волков и дарков. Притом, какой-нибудь такой более-менее дешевый. А от дарков вообще самую малость надо взять. С точки зрения того, чтобы взять 3 минус тухита. Ну, то есть, как бы Степан это начал первым как бы тестить. То есть, это, ну, ладно, запишем ему. Вот. Хотя это, конечно, объективно напрашивалось. А плюс еще волкам, конечно, улучшили магию. Раньше у них минус тухита стал 24, а не 18. То есть, взять, например, какую-нибудь армию типа «Гвардия», «Волки» и «Дарк Ангелы», где от «Гвардии» взяты, например, какие-нибудь конскрипты, там, «Хелл Хаунды». А от «Волков», например, тот же «Бьерн», там, какой-нибудь «Капитан Степан» по «Волкам» и «Ньял», там, или «Мак» на джампаке лучше всего. Вот. И от «Дарков» тоже взяты «Либр» с двумя минус тухитами. В принципе, она выглядит очень бодро. То есть, это армия, которая и толпы имеет, и занимает стол неплохо, и героев имеет, которые могут, как бы, лицо разбить неплохо, и три минус тухита имеют, то есть, мощные проклятия. А вот против тех же «Кнайтов» они прям отлично будут заходить. То есть, «Кнайты» ничего там в стрельбе особо им не сделают, а герои эти все подойдут к ним под скрином, разобьют им рожи, плюс один «Кнайт» будет выключен по-любому, потому что там, ну, один ты не скастуешь, ладно, ну, два ты минус тухита подбросишь, там, уже будет мерзко. Вот. То есть, вот «Гвардия», да, вот все, что с «Гвардией» сейчас берется, а берется туда в основном, то есть, какие-нибудь «Блады», да, та же вот эта вот мужская сила. В чем она только у Степана, мужская сила проявляется, ладно, это уже за кадром, как бы, вопрос поэтически. Ну, да, задумка интересная, это все будет, то есть «Гвардия», «Блады» какие-нибудь и так далее. А вот, ну, а дальше все, видимо, грустно, потому что про «Кнайтов» я уже сказал, «Гвардия» понятна с героями. А вот, «Механиков» моих любимых распилили уже на батарейки, то есть, это вот 199 очков, которые 5 ЦП дают. Хотя там механиками можно еще играть, можно еще сопротивляться даже в современной мете. Об этом, как бы, надо уже другой отдельный ролик записывать, потому что сам я играю за механиков. А вот, ну что, «Маринеры»? У «Маринеров» все плохо, как я говорил, то есть, «Желемана» какого-нибудь отдадут, там, например, под «Кнайтов» там какие-нибудь три «Кнайта» и «Желеман», который за ними будет бегать. То есть, «Блады» уйдут, «Гвардии», «Даркангелы», ну, или вот, как бы, по моей какой-то логике брать их ради минус-штухитов, или вообще браться не будут. То есть, «Маринчики», конечно, лояльные сейчас в неком пролете. То есть, просто набор неких каких-то юнитов, там, героев, да, «Капитан Степанов» для остальной армии. Вот, и поэтому, конечно, «Империум» выглядит сейчас очень тускло, ну, кроме «Гвардии». А вот, и примерно вот такая динамика, поэтому ожидайте, ожидайте все старое наше любимое, и ожидайте, самое главное, толп. Не надо, конечно, там, упарываться, не знаю, в какие-то там суперогромные количество, там, каких-нибудь агрессоров, там, «Лемонрасов» на «Панишерах». Но вот эти все тенденции, они придут, они придут, придут, притом из ЕТЦ. И плюс еще, конечно, тоже момент такой, это «Орки». Я не могу о «Орках» не сказать, потому что «Орки» выступили, в принципе, прикольно на ЕТЦ. Вот, посмотрите английского «Орковода», например, да, вот в наших роликах говорили ребята из нашей сборной, то, что очень такой интересный ростер получился и неплохо эффективный. А вот, плюс еще не забывайте то, что «Кодекс Орков» не за горами. А я реально думаю то, что когда у «Орков» будет «Кодекс», это будет прям вот, ну, не топ, но тир-1 такая армия будет, потому что оно как раз вот идет, «Орки» идут как раз вот в эту динамику «Толп», плюс их там всех забафают всякими фишечками, стратагемчиками, магиями и так далее. Плюс уже показали вот эти машинки, да, то есть сами там машинки по себе не интересны, но вот одну машинку показали, где сидит там, видимо, «Варбос». И если там будет «Варбос» на вот этом «Байке», «Траке» там или как он называется, да, то это уже палево, потому что это будет маневренный юнит, у которого там будет какой-нибудь 12-14, а может и больше «Мух», который как раз даст вот «Оркам» вот эту возможность, когда у вас там толпа стоит огромное просто зеленое пятно, а внутри нее герои, и за счет вот этих вот новой миньки, да, на мотоцикле, на этом «Траке» этот «Варбос» сможет из-за своей скорости движения хорошо маневрировать, например, в этой толпе и реагировать на какие-то угрозы там по флангам и так далее, что это, кстати, очень важно на самом деле. Поэтому «Орков» ждем, конечно, затая дыхание и с некой опаской. Поэтому, конечно, интересно, подытожив, скажу так, что «Восьмая редакция», конечно, это великий прорыв ГВ и нашей любимой игры. И вот вы вспомните, какая была вообще игра, в принципе, в «Восьмой редакции» в самом начале, и к чему мы пришли вот даже сейчас на сентябре 2018 года, когда нам навыпускали каждому кодексу кучу факов, кучу изменений правил, нам выпустили «Чаптер апрувет», где кому-то там подорожили, кому-то подешевили и так далее, и так далее, и так далее. Нам выпустили «Бигфак», который внес огромные коррективы на самом деле, то, что вот этот «Дипстрайт» на первый ход нельзя, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть «Дипстрайт» на первый ход свой можно сделать только в свою диплозону, а не в нейтральную. То есть мы получили, конечно, за примерно год уже, грубо говоря, другую игру, потому что вот как бы корневая система сама «Восьмерки» у нас осталась, но по количеству всех изменений и по тому, как эти изменения повлияли на игру, можно сказать, что у нас уже просто другая редакция произошла. Потому что вспомните, например, тоже переход с «Шестой» на «Седьмую», ну, не считая всех вот этих «Декурионов», новых систем вот этих наборов растеров и так далее, то есть там корневая эта система, то же самое было, но вот «Седьмая» редакция — это была «Новая» редакция. А вот тут у нас «Восьмой» уже такие тектонические сдвиги идут. И мы, конечно, еще ждем дальше «Бигфак», будем ждать новый «Чаптер апрувет», надеемся, что механиков еще подешевят. И будем посмотреть, будем посмотреть. Очень интересно вот этот будет турнир «Осень черная» 2018. С точки зрения мета и куда мы идем, почему? Потому что начнутся, то есть люди собрали какую-то аналитику и данные с ЕТЦ, а ЕТЦ — это, как известно, то есть мировой чемпионат, и там уже все мировые тенденции, то есть, соответственно, вот эта мозговая активность игроков намного более мощная, тупо потому что больше там охват идет. И оттуда мы надергаем очень много всего. И, конечно, не будем забывать про наши все старые любимые эти фишки, типа мух там и так далее, и так далее, и так далее. И вот посмотрим, как вот это новое веяние все из ЕТЦ, которое к нам пришло, поменяет нашу мету, что как сыграет и что как будет твердиться на столах и в сундуках наших, да. А что все-таки как-то отойдет уже на второй план и забудется. Поэтому посмотрим, интересно, будем наблюдать. А на сегодня все. Спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Большая просьба, пишите комментарии, пишите конструктивные комментарии, что бы вы хотели, какие у вас может быть вопросы, пожелания, какие-то интересы. Хотелось бы получать от вас какой-то фидбэк, ваше мнение. Мы будем как бы наш канал подстраивать под ваши желания. А вот поэтому еще раз говорю, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok